Всем доброго времени суток! Одним из моих огромных увлечений является сварка. Это у меня такое хобби, что я не упускаю любого другого удобного случая, чтобы что-нибудь, где-нибудь, да куда-нибудь не приварить. Вот здесь вот я занимался сваркой вот таких сооружений. Обратите внимание на внешний вид. Выглядят они вот таким вот образом. Это я закончил последнюю. И здесь уже готовые вот две штуки, две подставочки. То есть всего три штуки я сварил. Значит, здесь мне пришлось для работы и для удобства переоборудовать вот бильярдный стол. Это все происходит на бильярдном столе. Вот. Ну, на бильярдный стол пришлось положить теннисный стол к этому всему. А чтобы это все не испортилось, тут я простилил теннисный стол. Вот. Вот. положил вот эту фольгу. Ну, понятно, что она бы прогорела намертво. Значит, пришлось застелить вот таким листом. Понятно, что бильярдный стол выставлен по уровню. И тут получается абсолютно ровная поверхность. И вот этот лист не позволял варить прямые углы. Что очень непросто, скажем так, с каким-то там угольником или чем-то другим. А здесь абсолютно прямой угол. И вот по этим углам мне получилось сварить вот эти такие вот подставочки. Можно сказать, такой получился профессиональный стол для сварки. Тут прекрасно, не нужно никаких других приспособлений. На нем только ложишь и огонь. Вот. Здесь опять же таки в чем была необходимость? Не была необходимость вот этой доработки для стерилизатора. И вот тут еще заготовлены материалы, потому что нужны полки для мицелия. Их нужно много, поэтому стеллажи то есть для мицелия, поэтому я решил не тратиться на на покупку там дорогостоящих. Дорого стоят вот эти все. Это все в разы дешевле можно, если сварить самостоятельно. Но возникает проблема в том, что на больших плоскостях сварить это все ровно и плоско немного трудно, поэтому пришлось чуть-чуть потратиться на лист вот такого металла, для того, чтобы у нас получился хороший профессиональный стол для сварки, то есть все полочки будут прямоугольные, в хорошей плоскости, ровненькие. Таким вот образом будем иметь стеллажи для мицелия, потому что сейчас благодаря вот этим предпособлениям его будет еще больше и уже в тех масштабах, которые были перед этим это уже все не помещается. Какое отношение это все имеет к грибоводству вот эти штуки, то те, кто был непосредственно у меня на уроках, те хорошо понимают, что это, потому что на пальцах мы это все рисовали, чертили на бумаге, наконец-то это все воплотилось в жизнь и это все реализовано, так что обратите внимание и скорее всего, что будете это все тоже применять у себя в работе, поэтому вам такие советы относительно, ну и возможно вы тоже заинтересуетесь таким интересным делом, как сварочные работы, вот, и начнете тоже что-то себе варить, вот например даже те же самые стеллажи, это вообще не сложная такая самая простейшая из работ, что может быть, вот видите, тут применяются разные виды электродов, разберетесь там с этим всем, я там, скажем, не буду давать уже сильно какие-то там советы относительно этого, это уже нужно учиться у тех людей, кто более профессионально это может объяснить, тут двоечка идет для более таких мелких каких-то сварочных работ, вот тройка это, видите, побольше, потолще, идут для более такой грубой сварки, если надо что-то соединить более объемное, ну и относительно уже непосредственно работы, настройки там этих аппаратов, то это уже скорее всего надо у профессионалов это все учиться, вот, а в общем и целом вот чем хотел поделиться то внешним видом вот этой штуковины очень и очень полезная вещь, ну и поделиться тем, что я очень люблю сварку, так что желаю вам успехов, следите в дальнейшем за каналом и приезжайте ко мне на уроки, будете знать куда и зачем применяются вот эти штуки. штуки, штуки, штуки. Продолжение следует...